На текущий момент мы работаем с очень большим количеством сельхозпредприятий и обслуживаем, в нашей системе работает достаточно большое количество площадей, то есть это 8 миллионов гектар, практически 10% российских посевных площадей. Исходя из этого опыта, мы можем, наверное, рассказывать о том, какой эффект мы видим и что можно получить, зачем вообще нужны цифровые системы, для чего их применять. Ну, сельское хозяйство – это же тоже бизнес, и речь всегда идет про деньги. Про какие деньги я говорю, то есть где мы можем дать результат. В первую очередь это сокращение затрат. Это, наверное, самый первый этап, который мы можем достичь. С этого обычно все начинают, то есть это экономия ГСМ, самая простая вещь, причем экономия может составлять до 50%, причем если организовать именно комплексный учет движения ГСМ. Я же не говорю про датчики уровня топлива какие-то, да, я говорю именно про систему движения ГСМ полного цикла. То же самое касается семян, удобрений и прочих расходных материалов. Это, если говорить о затратах, существует огромное количество решений в нашей системе в комплексе с какими-то датчиками, информационными системами, другими, для того, чтобы контролировать движение всех товаров в рамках предприятия. Это расходомеры, это могут быть весовые склады и так далее. Как я говорил уже, это, наверное, первый этап, с которого все начинают. Следующий момент — это управление рисками. В текущих реалиях важно не только сокращать затраты, хотя это вот, если говорить о том, что стоимость СССР в несколько раз выросла за последнее время, становятся практическими золотыми СССР, то, наверное, немаловажно контролировать там чуть ли не каждую канистру. У нас есть для этого сейчас решения, которые позволяют взять все это под контроль. Но риски — это, на самом деле, тоже очень большой блок сейчас. Каждая ошибка в текущих реалиях, она стоит потерь. О чем я говорю? Специально приведу очень простые примеры, которые, чтобы было понятно. То есть нарушение скорости насилия. Реальный кейс из нашей практики. У человека работало две сейлки на одном поле. Одна из них нарушала скорость. Снижение урожайности получили в два раза на половине поля. То есть человек очень удивлялся, почему у него такая разная урожайность на поле. Вот выяснилось, что это просто нарушение скорости. Нарушение температуры при химической обработке тоже абсолютно реальный кейс. Начали обрабатывать препаратом, солью. Не заметили, что температура выросла в процессе. И получили неэффективный химический препарат. К чему это привело? К тому, что урожайность существенно снизилась. На складах запаса химического препарата этого больше не было. Переобработать не успели. То же самое отсутствие регулярного наблюдения по полям приводит к тому, что мы пропускаем очаги заражения, когда там с краю смотрят поле, и легко теряем урожай. Это то, что касается потерь. На самом деле существует достаточно большое количество инструментов, которые помогают эти потери предотвращать. Я вижу, что одна из основных задач нашей системы – это именно снизить риски. За счет чего это можно сделать? Это можно контролировать работы, все работы в реальном времени, с фиксированием любых отклонений и получая оповещение в реальном времени. Причем речь идет не просто про работу техники или какие-то технологические параметры. Речь идет именно о корректном соблюдении технологической карты целиком. Естественно, все это можно видеть в мобильном приложении, не теряя доступа к актуальной объективной информации. То, на что мы не можем повлиять – погода. Повлиять мы не можем, но знать можем. Это тоже очень важно для того, чтобы контролировать метеоусловия в период проведения полевых работ, как в реальном времени, так и постфактум, понимая, была, допустим, обработка выполнена в правильных метеоусловиях, или же все-таки они были ошибочными. Может быть, стоит переделать что-то. Понятно, что можно использовать спутниковые снимки или снимки с беспилотников для того, чтобы вовремя обнаруживать проблемы и нивелировать их. Есть инструмент агроскаутинг, про который я говорил. Это регулярные полевые осмотры. Инструмент достаточно гибкий, в том смысле, что он позволяет для каждой фазы роста, для каждой культуры настроить определенное количество параметров, которые нужно измерить или пронаблюдать. Есть встроенные справочники вредоносных объектов, и это позволяет наладить регулярные осмотры полей для предотвращения рисков. Еще один фактор, помимо рисков, это правильное использование своего земельного банка. У нас есть инструмент, который позволяет прикинуть различные варианты размещения культур по полям, различные севообороты, различные технологии, и превратить это все в финансы сразу. Посмотреть, какой вариант более выгодный и выбрать наиболее оптимальный для себя. О чем я еще хотел сказать? Есть фактор повышения производительности, который сейчас, опять же, в этом году достаточно актуальный. недостаток техники, он заставляет наиболее эффективно использовать существующие. У нас есть инструменты, которые позволяют управлять простоями, о чем я говорю, это фиксация простоев техники, фиксация причин этих простоев и аналитика. Когда мы можем анализировать производственную компанию в целом и смотреть, какие простои возникали, сколько они составили, и в дальнейшем работать с этой аналитикой для того, чтобы эти простои уменьшить. Это позволяет существенно увеличить производительность, но опять же, если есть управленческие решения правильные, и более эффективно использовать ту технику, которая есть в наличии. Опять же, реальные текущего года немаловажны факторы хранения. Зерна сейчас хранится много, есть специальные решения, которые позволяют контролировать температуру и влажность на складах, опять же, в реальном времени, да, и получать оповещения о каких-то отклонениях об этом. Чтобы получить эти результаты, наверное, не просто нужна система. Система — это инструменты цифровая. Все-таки очень важно правильно ее использовать. Вот я вижу наши компетенции в том, что мы можем помочь получить именно результат, потому что оценка использования цифровой системы, она, наверное, должна делаться не в количественных показателях, что вот есть это, есть это, есть это, а в неких финансовых все-таки показателях, которые выражаются в том, насколько мы смогли снизить затраты, исключить потери, повысить производительность и правильно спланировать, извлечь максимум из той земли, которая есть. Вот, наверное, все, спасибо. Какие-то вопросы, если есть. Спасибо. Спасибо. Друзья, есть вопросы? Очень глубокие, надо сказать, происходят изменения в услугах компаний, которые работают в точном земледелии. Я уже не первый раз слушаю Коршунова Владимира Геннадьевича. И каждый раз что-то новое, более подробные проникновения во все сферы сельского хозяйства. Да, пожалуйста. Вопрос такой, новинки открываем для себя. Модуль агроскаутинг. Вы сказали, что у вас есть вредители в базе, да. Насколько он актуальный, пополняется эта база данных? И планируется или есть модуль, касающийся в следующих растениях и нового материала? Я, наверное, не открою секрет. Это справочник от Щелкова Агрохим. Мы с ними в этом отношении партнерствуем. И, конечно, да, мы планируем Агрохими туда делать. То есть нас интересуется анертизация химических препаратов, в идеале для того, чтобы дойти до действующего средства. Да, и да, у нас есть интересное тоже партнерство в этом отношении. Я думаю, что сделаем в ближайшее время. Меня вопросик может быть. Оценили, оценили, экономическую сторону ваше предложение. С какого количества гектар или экономики хозяйства есть смысл? Ну, смотрите, изначально мы, как... Да, да. Средний размер фермерский надел на Акубане – это после 10-10,86 гектар. Но если мы 500 плюс уберем на отдельную площадку, то мы получим 40 гектар. И это 13 тысяч субъектов примерно с таким размером на земле. Ну, смотрите, то есть изначально мы вообще смотрели на хозяйство размером там тысяч хотя бы от трех. Но практика показала, что там, допустим, к нам сейчас подключаются там хозяйство и 100 гектар. 100 гектар. Да, да. То есть у них тоже есть свой интерес определенный. То есть даже если у него там одна единица техники, ему тоже... Он вот сам фермер приходит, говорит, смотри, вот-вот ездит, да. Вот-вот-вот мои поля, вот-вот они сейчас работают в поле, да. То есть это тоже, в принципе, полезно и интересно. С каждым находит что-то свое. И эффективность повысить можно даже для маленьких хозяйств. Я, кстати, хотел заметить, если кому интересно посмотреть вот вживую или там какие-то новинки, потому что я раскрыл там, наверное, процентов 5 только функционал, который у нас есть. Приходите там, третий зал, три единички у нас с темпом. Если кому интересно, приходите, посмотрите вживую. Есть в зале, не появились вопросы? Ну, тогда на стенде. Спасибо. Спасибо. Спасибо.